Парковка в районе хлебокомбината, похоже, обойдется Полине Ванюковой слишком дорого. Переднее колесо иномарки угодило в открытый люк. В результате сильно поврежден бампер автомобиля. Ехала, пыталась припарковаться к остановке, забрать маму. Не стала останавливаться там, где тормозят маршрутки. Рядом хотела притермозить. Просто лежала доска сверху люка. Она ехала, деревяшка полностью вырвала бампер. Полина Ванюкова за рулем два года в ДТП не попадала ни разу. И что обидно, говорит девушка, эту Тойоту она купила всего три месяца назад. Теперь придется раскошелиться и на ремонт бампера. Страховка каска у нее не оформлена. В эту же ловушку попался и родственник Полины Вадим Лукаш. И таких случаев ни один и ни два, рассказывает автолюбитель. Два месяца назад я вон, моя Газель стоит. На Газели, благо, колеса побольше. Я проехал. Вот мужчина вот здесь торгует, рассказывает, говорит, этот случай уже, говорит. За три дня попадает третья машина. Заметить, что люк открыт, сложно. Никаких предупреждающих знаков на месте нет. А сам колодец был замаскирован, прикрыт легкой доской, которая под весом автомобиля разломалась в два счета. Вот эта доска, она лежала сверху. А эта лежала вот здесь где-то. И она ее сдвинула, эту доску. Она сдвинула ее. А эта ушла туда, провалилась. Открытые люки в Сочи не новость. Причина этой халатности владельцев, но чаще всего воровство. Как говорят в пунктах приема металлолома, крышки и решетки от люков и ливневок к ним приносят регулярно. В Сочи уже даже думают поменять металлические крышки на полимерные, за которые в пунктах приема не получишь ни копейки. Но пока этого не произошло, крышки продолжают исчезать с сочинских дорог. И там, где появляются подобные ловушки, водители уже сами, как могут, предупреждают друг друга об опасности. Вот такие фотографии публикуют блогеры в интернете. Фантазию сочинцев, как видно, не занимать. В опасные колодцы садят деревья, загораживают бетонными блоками, шинами. В ход идет даже старая мебель. И это, как правило, спасает водителей от аварийных ситуаций. Этот ролик в интернете набрал более 800 тысяч просмотров. Причиной серьезной аварии год назад стал как раз-таки открытый люк на улице Красноармейская. Водитель авто чудом остался жив. И спустя год все-таки добился справедливости. Отсудил у владельцев люка водоканала материальный и моральный ущерб полмиллиона рублей. Полина Ванюхова тоже решила довести дело до конца. Она намерена подавать документы в суд. Галина Моисеева ждет 10-го Николая Тихона в телекомпании ФКТ.